Слышали? Вот я это могу еще называть такой афинский синдром. Помните там, ребята, что делали? Новенькое. Это ж в Афинах, да? Ни в чем охотнее не проводили время, как слушать чего-то новенькое. Просто, да, в пустоту, в пустоту покидать, ну, поболтать. И вот враг себе закидывает эти вещи. К примеру, вот одна из них – форма земли, плоская или круглая. Это бесплодные дела. Почему мы об этом обсуждаем? Форма земли не влияет на спасение. От него зависит, что я спасен или не спасен. Мои отношения в семье зависят от формы земли, от финансового благополучия. Знаете, был нищий, как крыса. Я уверовал, что земля плоская стала богатой. Ну, вот хорошо, мы бы приняли этот факт. Вообще не зависит. А на здоровье влияет этот факт? Он вообще не влияет ни на что. И заниматься вот этой ерундой. Это и есть вот это бесплодное дело. Почему мы? То есть то, копаться в том, пережевывать, заниматься тем, что не влияет ни на что, еще он говорит. Хотя бы даже на такие простые, бытовые вещи. Итак, время. Знаете, вот вы заметили, когда наш брат ушел к Господу, Колин, мы говорили какой-то рубеж, что-то по-новому просто. Это такая новая точка отсчета началась. И понимание, знаете, я лично, вот люди молятся о пробуждении, и мы тоже как-то молились. И я вообще перестал за это молиться. Потому что пробуждение, что это такое? Что это пробуждение? Как его понимают верующие? Все стали верующими. И в церкви полно людей. Все наше. Вот мы так называем. Стадионы наши, машины все наши. На вертолётах было на служение летащего, дали задницу донести до зала на вертолёте. И даже приспит. Старше. Старше обязательно. А вот это такое вот какое-то… Но пробуждение, оно нужно для кого? Для церкви, не для мира. Мир не нужно. Мир – это жатва. Есть разница между жатвой и пробуждением. Пробуждение нужно, чтобы проснулись вот эти жнецы. Делать. Ну, нужно так увлечься пробуждением. Это жуткое пробуждение. Это фестиваль, кому-то говоря. Это всплеск. Знаете, такое же «ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва». Праздник. Что не можно пробудиться так сильно, что не захотеть работать потом идти в поле. Давайте еще будем праздник этого вот «Скоро жатва», вот такой праздник «Скоро жатва», флажки, жратва, шашлыки, фурпа, песни, «Аллилуйя», 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 «Скоро жатва», «Скоро жатва». И уже пора, пора уже, нивы, побелее, пора жать, мы хотим ржать, да, не ржать, ржать, не-не-не, подожди, мы еще не готовы. Вот это такая вообще отмазка, я еще не готова. Один, как он, Дарь Фринс, он хорошо сказал, ты никогда не будешь готов. Готовы только один – Иисус Христос. А мы все в процессе. В нем. Мы готовимся в процессе работы. Жатва, это видели, как вот мы просто ездили, смотрели, ребята еще темно встают и идут с радованием. И они вкалывают, вкалывают, потом ночью вкалывают. Другая смена. Вот это вот. И они там совершенно невеселые сидят, эти комбайны. Они такие уставшие, грязные, мокрые, потные. Там пописать некогда, извините, выйти из этого комбайна. Процессы идут, КАМАЗы эти все ездят. А в фестивале это веселее намного. Конференции там, иююю эти, коридоры силы. А мы же такие точно выйдем. Меня уже не привлекает. Вот сейчас Шиповалов, Джем Дженсен в Киеве. Я знал, что ему уже не интересно вот это вот побежать там. И я видел Ленина. Что это, шиповалов? Да хорошо, он свое дело делает, но вот это идиотское отношение, оно ни к чему не приводит. Пошумели, покричали. Почувствовался любовь у Супермена, вернулся в свое вот это запрепанное село и стал тем же, кем и был. Ничего не поменялось. И сидишь и думаешь, когда следующее? Он же теперь куда-то поедет. Чтоб меня в коридор силы закинули и там со мной работать. Итак, время поменялось. Сейчас акцент на рабочих. Господь показал Захарии четырех рабочих. Как Он узнал, что они рабочие? Ну как, по каким признакам? Вот идут два человека. Один рабочий, другой просто идет. Как ты узнаешь рабочего? Он одет, как рабочий. Видели, как дорожные вот работают? Ты что, не спутаешь? У него определенный имидж такой. Вот рабочий идет. Он, наверное, ну такой в робе какой-то был. Какой-то не очень, может, такой чистый прямо. Да что-то нес какие-то. То есть работяга идет. Видели руки у работяг? Такие вот рабочие. Металлурные. Крепкие все. Обожженные лица. И увидели четырех рабочих. Не четырех апостолов, четырех помазанников, а четырех рабочих. И вот им Господь доверил орудия своего суда, чтобы сбивать руки народа. Работягам. Пахарям. Тем, кто вкалывает, а не фестиваль. Есть время пробудиться, но после пробуждения надо работать. А работать скучно не интересно. Итак, вот теперь к теме. Духовной войны. Теме духовной войны. Сейчас глубоко будет, сразу говорю. Поэтому, кто имеет уши, услышит. Кто не имеет, не услышит. Вещи, которые я услышал. И вот я верю, это связано с уходом Николая в вечность. И вот какой-то переход, этап такой. Семя это было. Что мы скоро, вот-вот, пойдем в битвы, ради которой были рождены, вообще, на эту семью. Знаете, кто-то хотел бы жить как бы, нет. Мы рождены для этого времени. В другое время мы бы померли. Мы рождены для этого времени. Вот сейчас, в 2018 году, жить. И мы столкнемся с врагами, с которыми мы не сталкивались еще. Это не будут те враги, с которыми вы боролись и другое этого. Все это была часть подготовки. То есть, вот эти 20 лет. У кого-то больше. Это подготовка вот к тому, что сейчас началась. То есть, пристегнитесь, будет трясти. Летайте, когда садишься в самолет, тебе говорят, будет трясти. Летали, когда в самолете летишь, и он этот, уважаемый гражданин и пассажир, просит вас пристегнуть. Сейчас мы будем проходить зону турбулетности. Здесь как-то уже так немножко интересно становится. Потом вот это начинается. А самолет может лететь и вот так упасть на пару метров. Провалиться там в этой зоне. Такие вот вещи. Поэтому будет трясти. И вот в связи с этим есть слово. Первое. Почему у нас в собрании мы часто говорим эти три слова? Огонь, слава, война. Вы задавали себе вопрос уже? Сколько лет? Сколько лет, Сережа? Это началось еще на ночных на Киевском. Ну да, уже лет примерно семь точно. Огонь, слава. Что этих слов? Почему не там вера, надежда, любовь, да? Почему именно огонь, слава, война? Где это взято? И вы знаете, совершенно недавно, недавно я получил понимание почему. Это наши три ангела. Школы Христа. Это три ангела. Одного мы знаем. Войну. Хоу, его слова. И вот недавно Богу еще слава, как ангел славы и ангел огня это три, а как минимум три. Я не знаю сколько. Они есть. У них есть имена. Про имена потом будут отдельно. И эти имена мы постоянно произносим в молитве и хвале. Сами этого не понимают. Мы не поклоняемся тут ангелам, но ангелы принимают активное участие в служении Богу вместе с нами. И если мы отделим себя от ангелов, мы отделим себя, ну как это сказать? Вот есть проводники. Они ничего не вырабатывают, но они доставляют энергию с одного конца на другой. Проводник. Вот это ангелы. И вот недавно я получил такую вещь. Есть церкви без ангелов. Представляете? Бедные церкви. У них нет ни одного ангела. Ноль. Вот все, что они делают, дальше потолка не поднимается. Все, что они делают, остается в плоскости земли. Земли, землосферы. Оно не идет в дух. Есть служители без ангелов. Вы знаете, что у каждого служителя Божьего есть его личные ангелы. Личные. У Иисуса 12 регионов было. Личных. Вот которые он мог распорядиться. И когда он был в Варенье, ангелы пришли и служили ему. Какого-то? Друзья спят, а ангелы служили. Как это выражалось, не описывается. Но для него это не было. «Ой, ангел, уйдите, я только с Богом и перейдю». Это все от недальновидности и младенчества такие вот вещи. Конечно, младенцам это не надо. Так вот, есть в церкви без ангелов. В духовном мире они нелегальные. У нас в доме есть магазин. Вот где мы живем. В подвале. Я недавно один попросил. Я зашел. Там продают форму. Российская армия. И там можно купить себе гаишника. Дорого, кстати. Так стоит почему-то форма гаишника. То есть полностью вот фуражки милиционера, полицейского, военного какого-то. Нашивки какие хочешь. Погоны. То есть можно все купить. Одеться и быть нелегальным. Не иметь никакой власти. Пока тебя не схватят, еще в тюрьму за это посадят. Так вот, церковь без ангелов, служитель без ангелов нелегал в духовном мире. У него нет никакого авторитета и власти. Он может кричать на дьявола с утра на вечер. Дьяволу не слышит. Не слышит. Иисуса знаем. И Павел известен. Вы. Кто? Если в физическом мире, одев форму гаишника, я, может, еще буду кого-то обманывать, то в духе все видно сразу. Они видят, у кого нет полномочий. Когда идет человек и с ним идут ангелы, каждый демон знает, идет уполномоченный или посланный Богом. Когда церковь, у которой есть ангелы, воздает хвалу Богу, в духе с этим считаются. Это имеет власть законную. Без ангелов кто это? Это сами себя назначившие и сами себя построившие. Можно построить церковь самому себе вообще без откровений, без Бога, потому что какой-то там сверху епископ выписал открыть Симферополя. Плановая такая, знаете, вот и в Симферополе должно быть. Когда Крым перешел в Россию, сюда ломанулись открывать серфис России. Почему? Ну, положено, чтобы в каждом регионе у нас было свое. Вот свое что-то. А тут это, знаете, сколько? Ну пусть будет наше. Что-то же не наше. Нам ничего не капает. И вот это понадкрывают серфисы, у которых нету за ними ничего, кроме вот физической вот этой вот культуры, общения. Можно при должном подходе построить замечательную церковь у себя. приход. И с него получать доход. Построй приход, получай доход. Кто тебе мешает? Так и делают. Только, может, да, здесь что-то даже будет выглядеть. И человек будет говорить, какая церковь, какой пастор. Но в духе это ноль. Ноль. Пустота. Бессмысленность. Бесплодные дела тьмы. Вши, тараканы, листы. Вот все. Ну что там? Еще там нечему может появиться. И когда они кричат, мы провозглашаем на Россию пробуждение, это никого никто не слышит. У этого нету звука в духе. Проводника нет. Понимаете? Я могу, я не знаю, ходить вот с этой вот, включать в розетку вилку, но если туда не подключены провода, а какой смысл? Они работают. Но если вот с этой вот огромной этой медистанции сюда дотянули провода, мы в розетку штепсель раз, ток пошел. Вот как это работаем в духе. Это то, что делают ангелы. Чем больше ангелов, тем сильнее влияние. И когда задается такой вопрос в церкви. Вы знаете своих ангелов? Что? Что за вопрос вообще? А когда в первой церкви Петр пришел из тюрьмы, они говорят, а то ангелов не летись. Петр стучит. А то ангел его. Значит, он похож был. Значит, ангелы наши похожи на нас. Вы знаете, я в духе видел гряковского. А то ангел его, то не гряковский. Он не шастает в духе, когда спит. Он же не астронавт какой-то. Это ангел его приходил к тебе и что-то тебе сказал по сне там или наяву. Поэтому наши ангелы, они в чем-то похожи на нас. Я не знаю, мы когда придем в веч... Может раньше, но вечность это то, что мы увидим это «ты огонь и слава вы». И мы их узнаем. Мы их узнаем. Мы увидим в них церковь, которую мы знаем. Это не то, что мы там уши, форму носа будем помнить. Нет. Это в духе по-другому личности. По помазанию. О, это ж мой. Как можно своего ребенка не узнать? Его запах значит. Вот так вот с ангелами. Итак, в церкви служители без ангелов в духовном мире не легалы, не имеют никакой власти и авторитета. Ангелы в духовном измерении делают то, что церковь делает в физическом измерении. Вот здесь вот, смотрите, сейчас, чтобы было понятно. Вот, смотрите. Вот здесь вот я вошел этим флагом. Ну, что это? Что это значит? Ну, ничего это такого как особо не производит. Но если в этот момент в духе ангелы синхронно делают то же самое, это имеет огромную силу. Это все равно, что я машу, включая в пустую розетку провода или включая в провода с током. Какой эффект другой станет? То есть, юродство проповеди на земле – это сила Божья на небе. То, что здесь выглядит юродивым, вот таким вот слабеньким, немощным, неподходящим, там это имеет огромную силу. Так Господь устроил, чтобы никто не хвалился. Поэтому нас держит в небо, чтобы совершалась его сила. Когда Павел и сила зашли в Ефес, весь город пришел в движение, с чего бы вдруг, что никто не заходил до этого. Никто не знал, что они зашли. Но зашли ангелы. И в духе все начало и власти вскопошились и стали дергать за все ниточки вот этих правителей, вот этих вот вельмож, вот это все, что здесь в физическом мире. И там весь город пришел в движение, потому что два человека просто зашли без рекламы. Вконтакте не было никакого объявления. Представляете? Сейчас подумать страшно. Как это без рекламы? Кто ж приедет тогда? Кто ж знать не будет, что величина. А тогда все было по-другому. Ребята зашли, весь город пришел в движение, они даже этого ничего не хотели, не делали, не собирались. На амфитеатре, помните, там собирались, орали люди. Мы там были в Ефесе, кстати, в прошлом году. Сидели в этом амфитеатре, рубили в шафар и думали, вот здесь все было. Вот они. Представляете, орали там два часа. Били и до спутников впало. А потом Павел и Сила где заканчивали? В темнице сырой. И поют Господь. Песенка открыла все двери темницы. Как он? Ангел пошел перед Петром и пооткрывал все двери. Петя встал и вышел в наручники, все снял с него. Так вот, в церкви без ангелов и служители без ангелов враг не отдают. А зачем? Зачем тратить патроны на то, что не представляют угрозы? Солдат, ребенка не обидят. Такие церкви враг не атакуют, позволяя такой церкви вести свою бурную деятельность. Они не представляют ему никакой угрозы. Никакой. Но стоит только где-то в обществе появиться с ангелом в компании. Начинается. Потому что когда здесь крик идет о войне, слава, война, хаим, в духе идет работа. Помните, Даниил молился, постился, а в духе война шла. Какие-то князья над империями сражались. Архангел говорил, что он с посланием не мог пройти, потому что князь Греции, князь Персии не пускали его. Ого! Он же от господа шел. Но на земле нужен был вот тот, вот тот. Мы нужны здесь. И Даниил был в посте, потом пришел Михаил и разогнал. То есть прорубил, не знаю, проход. И Гаврил принес ему откровение. 21 день шла война. Окей. Это понятно. Это серьезные духовные вещи, которые надо понимать. Поэтому познакомьтесь, пожалуйста, со своими ангелами. А как? Ну вот с господом за этим вопросом подойдите. И он расскажет. Пора уже. Пора. Дальше. 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 Луки 11 глава. Получайный притч 18. Ох, я так радуюсь, что слово открывается. Когда читаешь, 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 годами, десятилетиями уже, потом открывается. Итак, 18 глава притчи. Я читаю современный перевод. В синодальном чуть-чуть замудреннее, но я залез специально посмотрел другие все вот эти вот. То есть это вот именно то слово. 18 глава притчи. «Кто живет сам по себе, творит, что хочет, а на здравый совет и лишь воронится». А там написано «приходи ищет своенравный». Вот это слово «своенравный», если смотреть, что оно значит, когда писалось в Библии, это вот как раз «сам по себе», отделенное от всех. «Кто живет сам по себе, творит, что хочет». Вот это и есть проклятие 21 века церкви. Я это могу назвать одним из главных проклятий, в котором церковь 21 века живет. Люди подделялись, и каждый, что хочу, то ворочусь. Я сам по себе, я сам себе пастор, я сам себе Дух Святой, я сам себе апостол, учитель. Мне никто не нужен, у меня помазание, оно меня учит. Церковь – это все уже пройденный этап. Были, знаем, не надо больше. Я с Господом – все, это проклятие. Это проклятие. Тем-то оно и коварно, что ломит очень много людей. Но в церкви так не получится. Потому что один никогда не будет светом. Если мы ходим во свете, имеем общение. Нет общения, значит, мы во тьме. Кто-то из вас когда-то терпел поражение? Поднимите руку. Поражение вот в духовной войне, не знаю, в битве с грехом, с характером. Мы все кушали это поражение. Мы все знаем вкус, какой неприятный. Когда ты где-то вот пропустил удар, что-то сделал или не сделал, наоборот. И ходишь такой, понимая, подвел сейчас, Господь. Подвел. Из-за меня его имя. Из-за меня его имя хули. Господь так на меня рассчитывал, а я этого не сделал. Или наоборот. Вот это такой не... А наоборот, когда победил. Когда как себя чувствуешь? Ну не то, что гордиться. Не, речь-то не о гордости. Вот такое... Такое приятное чувство. Ну и что лукавить? Приятно, когда какой-то вот прошел испытание или искушение. Где-то есть победа. И я такой... Айлуйя! Спасибо тебе, Господи! Наконец-то! Что не только меня, хоть и я могу закатать. Один разочек. Я помню, когда... Ну, ладно, это... Не хочу. Ходил за американский футбол, как меня все передавили. А потом я один раз ударил. И, по-моему, как бы только я... Ну, а знаете, такие ребята там... Я говорю, что вы занимаетесь футболом? Говорит, ну, шо? Ну, там такие... Скинхеды такие. Какие-то вот... Качки настроенные. Ну, там... Одна идёт нам из вина. Я говорю, что ты за... Ты что? Тут можно совершенно легально бить людей. Представляешь, что тебе за это ничего не будет. Ну, вот это мотивация у человека. То есть он ходил, чтобы просто... Так вот. Что такое проигранное сражение? Проигранный бой? Недавно мне Господь это открыл. У меня сильно поменялось моё отношение ко всему. К победам и к поражениям. Проигранная духовная битва – это та битва, которую ты даже не заметил. Ты её проиграл, даже не зная, что она была. Представляете? Нет. Всё нормально, а ты поражён уже. Подумайте вы. Проигранную духовную битву мы никогда не сможем идентифицировать даже в своей жизни. Мы их не заметим. И мы даже не будем знать, что мы поражены сейчас. Это тьма, она так действует. Потому что ту битву, которую я идентифицировал, она никогда не сможет меня победить. Потому что это свет пришёл. Тьма не может задавить свет. Не может. Вот глухая кровешная тьма, зажигаешь спичечку и тьма не может её задавить. Так вот, если я различил битву, которая идёт, я её не могу проигрывать. Потому что свет пришёл. Подумайте. Я проигрываю только те битвы, которые я даже не заметил, что они в мою жизнь пришли. Это не то, когда ты лежишь и понимаешь, да, сейчас я точно вот это пропустил удар. Это непроигранная битва. Враг орудует и побеждает исключительно в сфере тьмы. Вот там, где тьма, он побеждает. Там, где хоть немножко света, он не может задавить. Ты будешь вставать и бороться снова. Вставать и бороться снова, пока не победишь. Потому что там сват. Свет не даст тьме одержать полную победу. Никогда. Так вот, сколько бы раз мы не терпели поражение, вот о чём я сказал, руки поднимали. Это не проигранные битвы. Это не проигранные битвы. Потому что вы продолжаете с этим бородаться. Проигранные – это та, где я вообще не знал, что она была и потерял что-то. Враг орудует во тьме. Чем воюется-то нас с нами? Не тем, что мы делаем, а тем, как мы думаем. Вот чем враг воюет. Мыслями. Знаете, я могу… Вот с ним сигарету. Такая зависимость бывает в людей. Я могу не курить, но испытывать страшную похоть к этой сигарете постоянно. И я не свободный. Хотя я не курю. Но я живу. Я мысленно, постоянно это делаю. Нет, физически они делали. Мы же, чтобы братья не заметили, сёстры не воняли. Мы как-то неудобно, что-то и дорого. Но в духе всё… Вот это и есть. Враг побеждает в этом. Враг воюет через мысли. Если есть победа в мыслях – всё, есть победа. Если её нет – война продолжается. Зачем вы допустили сатане вложить мысль? Солгать Святому Духу. Вот как враг воюет. Мысли у нас вкладывают. Тебе их хочешь. Тебе это нужно. Это вообще страшные люди. Ненавидят их. Не вдумая прощать. Это те же мысли, они сюда попадаются. Так вот. Если есть свет – радуйтесь. Если вы различили битву, радуйтесь, вы её не проиграете никогда. Вы будете сражаться, сражаться и сражаться, пока они не победят. Проигранные духовные битвы вы не заметите даже в своей жизни. Вы просто увидите в этом плоды и будете думать откуда вообще. Боксёры, они говорят – самый страшный удар – тот, которого ты не видишь. Потому что если ты… Ну вот в футболе, в американском то же самое. Есть крысы, знаете, крысы есть на поле. Они бьют из-под тяжка. И вот это самое больное, когда… Ты видишь, у тебя какой-то бычара летит. И ты, ну, встречаешь его. Тебе больно, но это не то. Но когда вот эта маленькая крыса… Там такие маленькие хиленькие бегали там по полю в шлемах. И вот ждёт, ждёт. Ага. Разбегается вот такого большого кого-то там по ребрам, знаете, из-под тяжка. И вот так больно. Ты не видел этот удар. Это он самая болезненная. Окей. Аллюя. Луки, одиннадцатая глава. Убегает. Время убегает. Или мы убегаем. Луки, одиннадцатая глава. Слова Иисуса Христа. То есть, против этого уже несколько… Луки, одиннадцать. Двадцать три. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот разряет, раскачает. То есть, собирать можно, да? То есть, наводить порядок, что-то складывать. А можно разбрасывать всё, ломать. И вот Иисус чётко дал понять, нету нейтралитета, нету такой вот… Ну, я как бы и не там, и не там. Я и не в мире, но я и не сильно там в посвящении. Я такой вот тихий верующий. Просто набожный. «Всё вас поддерживаю. Всё у вас». Просыпаюсь, утром сообщение прислали. «Юрий!» Это надо было прочитать. Я телефон забыл. «Юрий! Юрий! 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 У вас такие замечательные проповеди!» Ну, и там, в таком духе. «Давайте мы вам будем раскручивать канал на Ютубе!» «Мы вам накрутим лайков, накрутим подписчиков абсолютно бесплатно!» «Ого! Предложи! Ничего такого не предлагаю!» «Нет, спасибо!» «Не надо!» «Нету нейтралитета!» «Или я собираю, или разряю». «Так вот!» «В этом же смысле, смотрите, как звучит это откровение. Если церковь не воюет с дьяволом, то…» «Что то?» «Она воюет с Богом!» «Она воюет с Богом!» «А нету нейтралитета!» «Нету такого, чтобы я из дьяволов, я вообще не воинственный, я вот пацифист христианский. Нет, если церковь не воюет с дьяволом, о чем говорит Библия, он делает много раз…» «Не знаю, как они пишут, что война кончилась, когда в Библии…» «Ну, вы заметите, постоянно об этом говорится, что он «ничего такого!» «Если церковь не противостоит дьяволу, то она противостоит Богу!» «Как это происходит?» «К примеру…» «Смотрите…» «Вот тот же американский футбол, где играл…» «11 человек на поле…» «Команда…» «То есть наша команда…» «Стоит…» «То есть у каждого своя линия ответственности…» «То есть один держит там, другие посередине…» «Третий там дальнюю зону, кто-то ближний…» «То есть каждый на своем месте…» «И вдруг один такой…» «Знаете…» «Игра пошла…» «Он гуляет там, в телефоне сидит…» «Бродит по полю…» «СМСки пишет…» «И там, где он стоял…» «Ураги занесли…» «О!» «То есть тут кто-то вкалывал…» «То есть тут кто-то вкалывал…» «То бились…» «Страдали…» «Защищали…» «А там из-за него…» «Кто не собирает…» «То растычает…» «Вот как это работает…» «Я наслаждаюсь Господом…» «Так ты противостоишь воле Божьей, озвученной им в слове…» «Покоритесь Богу…» «Противостаньте дьяволу…» «Это кому вообще…» «Если церковь не боюет с дьяволом…» «Скорее всего, она боюет с Богом…» «Если церковь не является преградой для дел дьявола…» «Скорее всего она является преградой для дел Божьих…» «Если церковь не тормозит за тяну…» «Она тормозит Бога…» «Вот есть в войне активная и пассивная позиция…» знаете, вот такая активная и пассивная, пассивная это когда ты просто получаешь и ничего не делаешь, я просто стараюсь выжить, просто где-то пересидеть, да, война идет, но я не лезу на рожон, я так молюсь, чтобы Бог меня благословил, защитил, агротил, я не стуюсь куда ни надо, а есть активная позиция, конец, слава, война, по горам, по лесам, вот это вы знаете, так вот, на стороне Бога можно воевать только в активной позиции, вся пассивная позиция на стороне врага, это на руку врагу делать, то есть у церкви может по сути быть только одна позиция относительно духовной войны, это активная, воинственная позиция. если церковь пассивна, а мы в нейтралитете, мы только пьем вино святого рука, это все на руку врагу и все. Потому что не двигается то, что Господь желает двигать, разрученное через пророка. мы тоже должны что-то из себя отдавать, не только принимать. аминь. 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 и все, что это лишнего. почти конец. вот, к тому с чего начали. начали мы с чего? что скоро вступим в те битвы, для которых были рождены. аминь. аминь. и все, что это не работает. вот они остаются как взрослый человек, как мальчик или девочка выглядит. то есть не растут. то есть гормоны роста у человека нормального до 25 лет, он есть. поэтому у нас растут зубы, меняется форма лица, форма тела. и потом в какой-то момент он бац, и закончился рост. и мы остаемся такие, как есть, только ставтываемся немножко. с годами. так вот гормона роста, его колят, особенно качки, спортсмены, чтобы процесс роста опять начался. и поэтому все они вот такие здоровые, у них вот такие носы, челюсти, потому что кости начинают расти, органы начинают расти вместе с мышцами, естественно. поэтому все, что вы видите, вот это вот здоровое, это гормон роста. а гормон роста, туда надо инсулин потом, там они просто закалываются. препарат, так вот гормон роста, его колят, чтобы вот этот, как он называется, анаболизм пошел с новой силой. то есть чтобы росло все. и человек может и добавить и в вес, и в рост, и изменяются даже физические черты лица. и можно увидеть, вот у нас есть спортсмены, которые выглядят как на 45 лет, а ему 25. потому что он, ну, человек слишком, понимаете, все вот это вот, неестественно. так вот, есть гормон духовного роста. смотрите, вера и страх. хотите вы этого или нет, они находятся в одной плоскости. то есть они действуют одинаково. и вера, и страх. только разный результат. ну, принцип тот же. то есть можно, я не знаю, током, да, освещать, а можно человека на электрическом стуле убивать. то есть одно и то же, но разный результат. то есть вера и страх находятся в одной плоскости. действие, смотрите, если усиливается вера, что усиливается? страх. Господь, я хочу иметь сильную совершенную веру. приготовься, сынок, столкнуться со всеми своими страхами. а можно как-то, чтобы цветочки, бабочки, аллилуйя, романтика, папа дома и без вот этого всего. левиафаны, изовели, черти все эти, козероги. что-то не хочется верить, вы сатанисты, оккультисты, какие-то голуби с оторванными головами на пороге. выходишь, лежи. что это, можно без этого? нет. усиливается вера, усиливается натиск страха. нету, нету нейтралитета. итак, если усиливается вера, то и страх получает обширнее возможности давить на тебя. когда ты входишь в совершенную веру, тебе придется столкнуться со всеми своими страхами и искушениями лицом к лицу. и в открытом бою победить их. самое страшное, вот раз уж там касаюсь американского футбола, самое страшное упражнение, которое только было на тренировках. когда озвучивали, что на следующем упражнении оно, на следующей тренировке оно будет, пол команды не приходило. серьезно, без шуток. поэтому никогда не озвучивали. и озвучивали уже, когда все говорят, так, сегодня мы тренируем и называем упражнение. самое страшное, потому что когда 11 на 11, это не страшно. самое страшное, это было упражнение один на один. то есть мы ложились вот так на пол, голову как бы между нами вот так, ну может как до той вот стены. ты лежишь сюда головой, соперник тебе головой. одному в руки дают мяч, надо подорваться и бежать, и кто кого пробьет с разгона. понимаете вообще в смысле? он бежит на тебя, ему надо остановить тебя, тебе надо его прощупить и пробежать дальше. это реально больно было. и люди, ну кто-то говорит, нет, я не пойду. мне страшно. таких выгонялись команды. один на один, лицом к лицу, со своими страхами, искушениями, проблемами. вот с чем нам придется столкнуться. без папы и мамы, без друга, брата и сестры. как Давид с Голиафом. он не из кустов дал Голиафу, кинул и спрятался. он вышел лицом к лицу и в открытом бою одержал победу. вот о чем речь, ребята. невозможно иметь сильную веру, не одержав победу над сильными страхами. если мы видим человека, который ходит с мощной уверенностью. и действительно, когда он говорит, там власть. знайте, он победил свои страхи. а я ничего не боюсь. подожди, подожди. люди, написано в Библии, от страха смерти были подвержены рабству всю жизнь. я не боюсь умирать. вот пока не придет дух смерти, ты не боишься умирать. а когда дух смерти просто подойдет, просто поверит, что ты как бы сейчас кони двинешь в эту победу. что ты заболеешь сейчас, чувствуешь, колит уже. вот это оно. это рак. и жизнь становится не мила. этот страх надо победить не анализами, извините, нет. духом. потому что, если там сдал анализы и ничего нет, другое придет. другое. пока ты не победишь его духом. что такое вера и страх? это ориентиры для нашей жизни, как синопсы в голове. если нет сильной веры, значит, есть сильные страхи. что такое депрессия? это стойкий, сильный страх. поэтому человек, живущий в депрессии, он не может ходить в свободе и радоваться. искушения это не будут такие, знаете, издалека что-то там. «Андрюш, не хочешь косичок там?» «Нет, нет, это не такие будут. это ерунда. будут искушения серьезные. вот такое вот. отходи. дышать на тебя». «Господи». «Был момент, когда мне казалось, я такой супер воин, крутой, мощный, духовный. ну, давно было. еще в Марьино ночные, начинались только марафоны, посты. я проходил по городу, знаете, как шериф на Тангенске. я тут любого беса сейчас пристрелил. и я молюсь как-то дома, бабушка на работе в ночную, я дома один молюсь. ну, мне сколько, лет двадцать, может, двадцать один. что-то молюсь, там на коленях стою. вдруг я понимаю, что бес зашел в комнату. я его не вижу, я его чувствую. мне так страшно стало. жутко просто. я не могу передать, я просто знал, он сейчас стоит в комнате. за спиной у меня этот дух. мне глаза было страшно открыть. и нет, просто я молился, пусть уйдет, пусть уйдет, пусть уйдет. я даже ему противостоять страшно было. и когда он ушел, я встал, думаю, ого, вот это да, он ничего не сделал. просто рядом подошел, я уже там, извините, мощный воин. наложил пампер духовный, помню. и я понимаю, что если Господь просто не дает им к нам подходить, что страшно будет. один говорил пастор, пастор, сейчас он пастор, когда он ходил в церковь, его евангелизировали в советское время, дьявола не увижу никогда, он не поверил в Бога. и был момент лежит, это он мне лично рассказывал, лежу, заходит дьявол, черт какой-то, заходит физически в комнату, и говорит, ну что, веришь? развернулся, ушел. то есть расстроить его, направил, а ну пойди там, к Иванову ходи. стал очень классным служителем. это был первый пастор Иван, который мне евангелие проповедовал для него на 15 лет. вот так вот, и как-то, думаешь, неужели вот это все, так придется нам с ними сталкиваться? когда Лес Тарсамброва рассказывал, что его там бес какой-то двигал его кровать, и он его изгнал, потом заставил его вернуться и поставить кровать на место. я понимаю, что до этого человек, наверное, одержал победу над какими-то страхами, потому что в другой случай мы перекрестились, постучали, но хорошо, что он ушел. пошли не леем мазать, скорее леем. он зашел и пришел. а как мазать, да? сикость-накость или кривкость? ну машь не машь, понимаете? поэтому нам придется победить свои страхи. есть вещи, которых мы очень боимся, что-то сделать, что-то не сделает, что-то случится, а кто-то без денег остаться, кто-то заболеть боится, кто-то что-то потеряет. вот это все страхи, что тебя обворуют, или там сгорит у тебя что-то. вот это все надо победить. и победить не из-под тиша, из кустов там, знаете, церковь молится, и я там по своим этим накидываю, как крыса. нет, в царстве Божьем и Божьей воин они не крысы. они выходят в открытый бой, как Давид. из Кения Давидов. и там все, как Давид будут, победившие своих голяв, победившие медведи, победившие львов. аминь. что мы сейчас будем делать? я попросил принести духовые инструменты, у кого есть, ну, в основном здесь все. то есть есть шафар, у тебя труба там, да? и вот здесь, на вот это вот. вот здесь, видите, написано, Псалом 46, стих 6. там написано, вошел Господь при восклицаниях. вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. вошел, вошел. то есть, опять же, в теме ангелов. когда мы здесь трубим, это просто звук. но если за нами стоят ангелы Божьи, если за нами стоит Божье воинство, этот звук превращается в духе, в оружие, в сигнал. вы знаете, что написано? мертвые услышат голос Божий и услышавшие? оживут. Олег, ты умеешь трубить? ну, передайте мне. сейчас понадобится. оживут. так вот, есть сигнал, который мы должны делать, как пророки. пророк не бегал, не соединял кости изолентой или суперклеем. пойди разберись, пазл такой лежит, да? где чьё? он высвобождал слово. и по слову приходил дух. да, Андрей, иди за барабаном. больше бако-музыкар подруги не живу. потому что кембалы громохластные тоже участвуют. что сейчас сделаем? коротко, но существенно. это уникально. если бы ангелы могли без нас обходиться, всё было бы сделано давно. но им нужен там Рома, Галя, Славя, Инна. им нужны вот эти вот мы такие вот, да? уставшие такие вот от жизни. с ими с котлетами какими-то там. где взять денег, валить там пятка. вот нужна вот эта вот обложенная немощь. представляете нас называл Господь? обложенная немощь. там поругался с кем-то, что-то потерял. утром там палец показали в машине посетине тебе. а ты же царственное священство, как будто неприятно так стало. и, кстати, идёшь на служение такое униженное. а ещё если ты им ответ показал, то вообще как? оторвай что ли этот палец себе? нечего туда ткать. вот это вот нужно Господу, что здесь мы... посмотрите, а там уже готовятся. сейчас я не буду торговать. что произошло в Израиле? они вострубились, стены рухнули. с чего они рухнули? их ангелы разрушили. их не звук разрушил. не какой-то там резонанс совпал. ангелы, когда раскопали, они реку ангелы вдалили стены в землю. они не падали вот внутрь. они... представляете? шлюз закрылся. вместе с войнами туда. остался только кусочек стоять, где раб жила в стене. которую Господь обещал сохранить. кусочек стены остался. так вот, мы сейчас будем трубить амобилизацию. и высвобождать. знаете, ждать пока церковь раскачается. это вообще неблагодарное дело. давайте ждать пока до всех дойдет. мы будем ждать вам веками. давайте все-таки доверимся, что как-то, как-то вот все-таки поймут, читая Библию, когда-то все надо сражаться. не-не, мы не дождемся этого. у нас нету столько жизней, столько лет ждать. у нас есть вот еще 70 приборщей крепости, 80 до того, когда было, когда писали. сейчас все ниже стало. поэтому мы будем высвобождать начало, начало, то есть новый виток духовной войны. знаете, вот у нас как, говорит свекоподорка, пока жареный петух не клюнет в задницу. жареный. да, так говорим? жареный. и вдруг активация происходит. так вот, мы будем высвобождать это начало, это даже здесь церковь участвовала. и именно духовная брань усилившаяся заставит очень многих спящих проснуться. отыскать, где там мой меч в реке уже заржавело, в реке радость. я уже забыл, когда я его держал в руках. и нырнут, найдут, достанут. что, нам прилетать стало по каске? где каска? без каски больно как-то. надо одеть шлем. а что такое? кто там все время по мне стреляет? пойдем уже разберемся, слабо. пошли уже за Иордан сходим, посмотрим. кто-то по нас шмаляет, как в Израиле. знаете, они шмаляют из-за бугрок по... эти террористы по Израиле. Израиль терпит, терпит, терпит. потом подняли авиацию, сравняли все с землей. ну, надоели уже, сколько можно. стреливали, сбежали, стреливали, сбежали. и сидят в морах. так вот, будет высвобождаться мобилизация, то есть для Божьей армии, и активация вот этого нового витка духовной войны, который затронет всю церковь. церковь придется. я помню, араба сочинял такую песню, давно ее не пел. может, он слушает тоже наше служение. может, поет, тебе придется быть сильным. кто помнит такую песню? тебе придется быть сильным. а можно мне сбежать? некуда бежать уже. некуда бежать. помните, не перестаю вообще говорить, что «Властелин колец» духовный фильм. не знаю, я больше всего получил откровение, чем из христианских фильмов про Иисуса. честно. когда, помните, эти маленькие, ну, как они, хоббиты. один говорит, слушай, это не наша война. давай вернемся в нашу вот эту деревушечку. да что, пусть большие пятьки воины. а этот что говорит, ты знаешь, если мы сейчас не пойдем, не будет деревушки нашей. туда придет война и все уничтожит. нам нельзя идти, нам некуда идти назад. вау! вот этот дух войны. в таком маленьком шпильнике. мы пойдем уже до конца. нам не сбежать от этой войны. вот об этом мы будем сейчас рубить. поэтому, кто с трубами, выходите сюда. у кого есть духовые, знаете, духовые инструменты. я уже говорю давно. ребята, заведите себе трубу. у кого нет. войдите на эту барахолку, где вот старый рынок. там продают. вот часто горные какие-то. вот такие рожки охотничьи, военные. вот у Рома Почтовый. хорошо, кто же эту рыбу передал. там просто трубу пить дорого, она дорогая. но вот что-то такое можно заказать. это стоит поженить. и когда мы будем приходить на служение, мы это будем доставать и трубу пить. звук. 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 враг что-то там поджимает, встал, проснулся. на весь дом ночью. окей. вот туда. господь. мы, как говори служители, в послушании делаем то, что ты сказал сделать. пусть этот трудный звук, он будет высвобождать начало новой мобилизации Хаин. когда воины будут выходить из пещер, из гущей, из нор, из этих кустов, где все отсиживались, пережидали, из реки, где они наслаждались радостью, но не воевали, мы молимся, чтобы этот новый виток духовной войны отрезвил пьяных, отрезвил тех, кто в суете. и церковь вошла в свое предназначение совершенной веры, столкнувшись с самыми большими своими страхами и одержав победу над ними, мы высвобождаем этот звук активации для Божьей армии. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Мы, твои рабы, делали то, что ты сказал сделать. Тебе добудет вся слава. А нам, Господи, ходить в кровности и смирении, исполняя то, чем мы призвали. Мы не хотим присвоить себе ни грамма славы, которая принадлежит тебе. И пусть поднимется это поколение славы в Хаиле, в России, в Украине, в Белоруссии, в Европе, в всех этих странах. Мы знаем, что везде есть войны. Мы не знакомы друг с другом, но мы чувствуем эту поддержку, когда нам тяжело. Что есть это ходатайство за армию твою, за невесту твою. Мы благодарим тебя за зрелость, которая приходит в дом твой, приходит в церковь твою. Спасибо тебе, Отец. Просто поклоняемся тебе. Любим тебя. Наши Господь мечтал увидеть, как исполняется твоя воля на этой земле. Мы знаем, что она исполняется и сейчас, в наши дни. Хоть мы этого не замечаем так активно, но мы верим, что исполнение твоей воли не останавливается ни на секунду. Что слово твое работает. Что в твоей власти времена и сроки ты сделаешь то, чем он длежит быть. Аминь. Почему мы о войне, да? О войне, да, о войне. Я сейчас вот в Стерлитамак готовлюсь на школу духовной войны. Конечно, ну, когда этому посвящена, ну, вот этот блок этой школы, это будет такая масштабная, не какая-то одна тема. И мне пришло такое вот, Экклесиаст, третья глава, где написано «всему свое время». И там написано, что время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырабатывать. И потом написано «время войне» и время миру. И я увидел это так, что есть начало и конец, есть альфа и омега. И вот там перечислено альфа и омега в Экклесиаста, третьей главы. Что если нет альфы, не будет и омеги. Если не совершена война, мы никогда не сможем войти в его непоколебимый мир. Постоянно нас будут какие-то волнения выбивать из седла. Любая неприятность, любая даже такая вот перспективная гипотетическая угроза будет страхом. Поэтому есть время в войне, это альфа, это начало. Пройдя это, мы войдем в совершенный мир. Совершенный мир – это плод победы. Начало и конец. Альфа и омега. Нам нужно и то, и то. И что совершил победу, да? И что вся власть нам? Можно ли такое сказать сегодня про нас? Когда мы хоронили брата, и лежит тело в гробу, и там куча верующих. Мы все понимаем, что Господь сказал, мертвых воскрешайте, да? То есть есть такое, но каждый из нас понимает, что нету. Вот сейчас нету, ну веры нету. Другой вопрос – надо, не надо было это делать. Сейчас не о том речь. А речь о том, что у Иисуса вся власть. Ну что про нас сказать? У нас тоже вся власть. Так давайте. Почему нет? Почему этого нет? Этих воскресений мертвых, хотя Господь сказал это делать. Значит, мы еще где-то в пути. Значит, мы должны в этого идти. Что такое воскресение мертвых? Это победа над смертью. Это когда смерть не может даже в этом, понимаете, удержать человека. Даже и тело его не нужно взять. И это должно быть. Это должно быть в церкви. Не где-то у, как вот, брат Дэвид Хоган. Да, мы слушаем. Ну где он там, в Мексике? Здесь, где, в Крыму, Украина, Россия? Здесь должно быть не какие-то такие эпизодические... Ну это один только маленький элемент. Их же много. Поэтому есть время в войне. За что мы сражаемся? Мы сражаемся за то, чтобы увидеть, как на земле поднимается Хаиль. Как приближается день его возвращения. Не просто церкви полной спасенных младенцев, которые не растут. Для чего это? Руднички, да? Вот, посмотрите, вот сидит. Маленький. Ну что он может? На, на, тебе меч. Сражайся. Куда? С кем? Он его оближет. И все, что он сделает. Он, в общем, ничего не может. В церкви, чтобы церковь взрослела, чтобы вот такие младенцы, которые рождаются свыше, становились взрослыми мужами. Нужны апостолы, нужны отцы. А за это идет война. Яслями нам быть позволено. Враг не нападает на ясля. Ну, когда он только чувствует... Помнишь, что Максим сказал? Когда он только чувствует, рождается что-то. Моисей рождается. Иисус рождается. Он начинает убивать младенцев. Я верю, что враг чует что-то. Чует. Это не про нас. Это вообще что-то рождается. В духе пахнет. Он ходит с ума. Он же не может ничего сделать. Ему остается мало времени. Вот сейчас время, видите, а представьте, оно сейчас ускорится. Вот для врага ускоряется время, когда мы растем. Время, отчет, обратно. Скоро ссунь. И там уже есть ангел с большой цепью по руке. Который возьмет... Я так это вижу. Это не какой-то там сатана, знаете, борьба, его заломали. Он возьмет его, как щенка. Там не будет никакой войны и борьбы. Безом. Запечатали. В почку обурец положили. Закатали. А пока он имеет свободу нападать на нас. Поэтому всем крепости, мужества. Не переставайте бороться и сражаться, через что бы вы ни проходили. Есть свет, значит, есть потенциал для победы. Намного больше людей, которые, в кавычках, не терпят поражения, да они уже похоронены заживо верующих. Ну, мне все хорошо. Почему все хорошо? Ты мертвый, ты лежишь в земле, вот у тебя все хорошо. Мне ничего плохого не происходит, я просто наслаждаюсь жизнью земной. В земле земной, да, жизнь. Наслаждаешься, разлагаешься, все как положено. Но у тех, у кого активная позиция, никогда жизнь не будет тихой, спокойной, без митер. Вот, славу будем пить из его чаши, и потом проходить горюлость мероплетения. Опять, славу пить, ангелы, там, все вот эти вещи, и потом какие-то бам, рвы, овраги. Вот, вот такая жизнь. Или ровненько, выбирайте. Право выбор есть. Все, аминь.